Поехали! Продолжаем разговор. И когда вы перечисляли про алкогольные напитки, которые были ранее безалкогольные, откуда такая информация? Можете какие-то источники указать? Благодарю за ответ. Дело в том, что даже вот смотрите, пиво было безалкогольным, стало алкогольным. То же самое из Битинь. Был безалкогольным, стал алкогольным. У нас все становится алкогольным. Или, например, медовуха. Мы тоже думаем, что она алкогольная. Она безалкогольная. Это просто основа мед. И там всякие приправы травяные, корневые. То есть нормальный напиток, который давал какую-то силу реальную. Там девясил, например, тот же самый. У нас дело в том, что ведь и многих трав не стало именно потому, что они давали человеку реальную силу. И нам ведь пили вот эти, например, латинские названия на большинство трав. На все травы, собственно, грачи, я говорю. Которые скрывают функции, которые у них есть. И это как раз те травы, которые не удается вывести. То есть их уничтожают, но они со мной зарождаются. Я уже не однажды слышал, особенно когда еще в Думе был советником. Сообщение о том, что когда ягоды. Вот клубника, она же еще недавно была лесная. Много ее было. Сейчас ее нет. В некоторых местах еще сохранилось. Когда приезжали целые, ну, как это сказать, целая колонна машин, Нивы, на Нивах. В синих комбинезонных люди выходили и поливали вот эти поля с той же клубникой керосином. После чего, естественно, там ничего не росло. То есть они выводят эти. Княженейка исчезла на наших глазах. Тоже вкусная ягода. Где она сейчас? Вы ее встречали когда-нибудь на базаре? Нет. Она еще в моей молодости там встречалась. А сейчас уже все. Нету. И эти все напитки то же самое. Понимаете? То есть у нас все опашливается. Все извращается. Все изменяется в худшую именно сторону. Все против человека. Потому что мы находимся в рабстве у наших завоевателей. И это не евреи. Это даже не масоны. И это даже не иллюминаты. Я говорил о том, что наши закулисы это многослойный пирог. Которые думают, что они там чем-то руководят. Причем большинство из этой закулисы не люди. Те же песеглавцы. Те же готы. Мы думаем, что это... Ну, песеглавцы понятно с песней головой. Готы мы думаем, что это люди. Это люди-коты в действительности. То есть они нормальны. Нормальны. У них был, кстати говоря, где-то в 60-е годы такой завод был. Подземный завод ГОТСКИЙ. То есть люди-коты, которых уничтожили наши доблестные спецслужбы. А ГОТЫ, они, в общем-то, продолжают на нас влиять. Но их влияние очень снижено сейчас. Я когда встречался с их представителями, ну, они сказали где-то около 30 тысяч. На всей земле они присутствуют. Они готовы к сотрудничеству и все прочее. Но в силу того, что они малочисленные и их везде гнобят, то есть у них сил, конечно, мало. А у песегласов много. Много. Потому что Москва вся под песеглавцами. Вот если вы залезете в эти подземелья, в московские эти катакомбы, там этих песегласов, в пруд-пруде. И они присутствуют на всех фактически важных мероприятиях, которые проходят. Но люди их, как правило, не воспринимают за песегласов. Я видел фотографии, где тоже такая же важная процедура была. И там вот эти песегласы присутствуют. Причем они в смокингах, с бабочками. Но у них песи-мурды. Правда, не такие вытянутые, как Христофера рисует, а как у бульдогов обрубленные. Но все равно они все волосатые. Руки все волосатые. То есть, они песеглавцы. Фотопрад их фиксирует, глаз не фиксирует. Я вам говорил, что у нас много, кстати говоря, на иконах и люди рыбы там присутствуют. И еще там другие присутствуют. Вот те же хазары, мы думаем, что это люди, а это в действительности люди-лошади. И, кстати говоря, они жили еще, вот после революции оставались их поселения, и вот удмурты, их назвали удмуртыми, кстати говоря. Вот старые люди, вот помнили еще, то есть, это еще в мою бутность молодость. Я тоже тогда очень удивлялся, почему нигде ничего не пишут. Это я потом уже разобрался. Поэтому про заколису-то ничего не пишут. Потому что они не люди. И с ними, вот кто как бы в опале, вот те же готы, да, разбираются с помощью огнеметов. Потому что их убить нельзя. Из пули их не берет. Вот колесе режущие оружие еще может взять. А в основном огнеметы. Огнеметы ведь у нас стоят на вооружении, вы знаете, да. Но в армии кто-то видел их? Нет, их нету. А не только у спецслужб. А зачем спецслужбам? А вот для того, чтобы бороться с этими представителями за кулисы, которые находятся в опале. Вот те же хобры, например, да, они тоже в опале. Потому что они выступили против Римской империи. А хобры-то люди с хоботами. И они, кстати говоря, до сих пор в Индии вот рождаются. И вот девочка вот недавно родилась там, была шумиха. Вот. А у них же это все божественно считается, да. Правда, они долго не живут, такие люди, которые имеют вид или там песеглавцы, или, значит, хобры, или, значит, обезьяны. Вот. Ну, обезьяны-то еще как бы присутствуют. То есть, а них с регриантами называются люди, обезьяны. Их очень много в Сибири. Вот у них даже храмы там свои есть. То есть, они, ну, во всяком случае, вот мои знакомые там с ними напрямую контачат. То есть, они тоже непрописные. Но они как бы за кулисой. Под ними Сибирь вся, в принципе, находится. Вот. Не знаю, там как юга. Вот я там не был. Но Сибирь под ними. То есть, и эта за кулисой между собой тоже еще воюет. Понимаете? И над этой за кулисой есть еще за кулисой, которые уже вот называются рептилиями. Они, собственно говоря, и правят миром. То есть, рептилоидная такая система управления. Наверху рептилии, а дальше уже все под ними. Понятно. Я тут немножко оговорился. Не город, а когда говорил про иконы. Иконы – это все-таки иконос, да? Переводится греть как образ. Есть такой город. Миконос. Иконос, конечно, нету. Это я чуть-чуть там не то сказал. Понятно. Но здесь была первая часть вопроса про двенадцатеричную систему. Что вот Данил спрашивал, а где, какой народ или какая веселья волость пользовалась двенадцатеричной системой на Руси? Так у нас, смотрите, у нас есть числа, есть цифры. Вот исчезли еще некоторые слова, которые связаны были с числами. Это разные системы счисления. Двенадцатеричная система, восьмиричная, десятиричная. Они в разных конах использовались для того, чтобы, опять же, свойства более... У нас же люди жили по ряду. И у нас порядочные люди все, которые жили по ряду. А ряд определялся системой десятиричностью, двенадцатеричностью и так далее. И это жило как раз вот русское общество. Те народности, которые нам перечисляют, их много. Там друиды, кельты. Это же все как бы новоделы, все придуманные названия-то. Там прочитают что-то и говорят, это название народа. А может быть, это название лопаты или еще чего-то. То есть, даже русский язык, да? Ну, вот Средневский, мы считаем, что он правильно там нам все перевел по русский язык, сказал. Но это все не так. Мы даже русский язык-то понять сейчас не можем. Потому что у нас вот... Почему такая была расширенная азбука, да? То есть, было 108 букв, которые связаны были с богами, и 43 буквы, которые входили в старорусский вот этот, в славянский... То, что мы сейчас как кириллица называем. Это как раз был светский алфавит, да? Ну, а светская азбука. А это было божественное письмо, которое было и в Египте, и у нас оно было. Потому что писали буквы, которые связаны были с богами. И писали буквы, которые были связаны со словами, обращенными к природе. Вот. И поэтому систем этих было много. Первые, самые основные, восьмеричные, двенадцатиричные и десятиричные. И они по-разному все назывались. Числами, цифрами, сефирами. Ну, еще там были. Хорошо. Следующий вопрос. Эфир от Сергея из Екатеринбурга. Здравия, Владимир Алексеевич. Вопрос про святые рощи. Есть такая информация, что были деревья кремниевой формы жизни, высотой несколько километров. Вот эти деревья и обладали целебной энергетикой. Что вы об этом знаете? Дело в том, что углерод, да, у него же 14-й порядковый номер, да, 14-й. У кремния 28. Два раза больше. То есть, деревья, когда они имеют многокилометровые высоты, да, а такие пни находятся, да, до сих пор в том же самом... Вот гора Дьявола та же самая. Вот. У нас такие горы находятся в 60-х годах. Я помню, на Украине нашли 16-метровый пень, оставшийся, да. Ну, у нас годы советской власти их тоже порубали все. В Европе их было еще много, да. В Сибири-то уже нету. Там вообще лес очень молодой. Когда такое большое дерево, да, давление на нижние слои огромное, поэтому углерод превращается именно в поддействие давления в кремний. Но он в центре все равно остается вот эти вот все огромные поры. не поры, а каналы, по которым поднимается вода, они продолжают все равно питать дерево. Но такие деревья, они могли бы жить только в том случае, если давление как минимум 9 атмосфер. У нас еще в 19 веке было 1400 миллиметров штутного столба. Сейчас у нас, вы знаете, 766, но это в мое время считалось 766 нормальным давлением. Сейчас у нас считается уже 740 нормальным давлением. То есть, зеленая масса падает, соответственно, падает и плотность атмосферы. Потому что ни одна сила гравитации не удержит воздух, если нет химических процессов или геологических каких-то, или химических процессов, которые создают оборот. То есть, поглощение и излучение, не излучение, а выделение. И такой оборот, он и позволяет, в принципе, удерживать большую массу атмосферы, если много растений. Существует парциальное давление между вот листьями и воздухом. Вот именно оно и удерживает атмосферу около Земли. Как только у нас растительность исчезнет, у нас исчезнет атмосфера. И будет такая же Луна или такой же Марс, хотя на Марсе там действительно растительность нашли, но об этом просто не рассказывают нам, не показывают пока эти долины. Вот. Приходится самим смотреть в телескоп и видеть, что там есть зеленые, есть красные места. И эти места, они перемещаются. То есть, это говорит о том, что процессы, связанные с тем, что там все-таки атмосфера хоть слабенько существует, они на Марсе все-таки сохранил в какой-то степени и вот эту фитомассу, которая может поглощать кислород, может углекислый газ поглощать и выделять, соответственно. Вот, разлагать тоже углекислый газ, выделять кислород. Хорошо. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега Зиркутска. Проводились ли свадьбы в разные времена, то есть летали года, или обряд четко был привязан ко времени сбора урожая, и какие обережные предметы, знаки, какая символика, по вашему мнению, является самой основной, самой мощной с точки зрения обереговой силы для жениха и невесты? То есть, два опять вопроса. Первый, это случайно проводились в разное время, или четко был привязан к какому-то времени гора, например, после сбора урожая, и какая символика может являться обережной для жениха и невесты? Ну, смотрите, вот это вот весенние свадьбы, да, или осенние свадьбы, они внедрились уже после того, как нам разрушили родовую систему. Вот у нас было 60 родов, потом была гражданская война, но это казаки рассказывают, они, кстати говоря, как бы в какой-то степени еще помнят свое это. Потом, после гражданской войны, осталось 33 рода, значит, 27 посчитали неправильных родов. А потом уже вот это вот появилось разделение весенней свадьбы, осенней после урожая. Вот. Ну, а сейчас вообще кто во что гораст. Род, он всегда проводил свадьбу и проводили те же помолвки и зачатия строго в определенное время, потому что было 60 родов. У нас было, ну, у нас сейчас 7 днек, то есть недели, да, по 7 дней, а были шизницы по 6 дней. Соответственно, 360 разделить. На 6 у нас получается 60 родов. И каждый род, он должен был родиться в определенную шизницу. Тогда это был род. Все люди, которые рождались в эту шизницу, они все родственники. Они реальности по своим функциям, по своему характеру, по своим свойствам все похожи. Они реально родственники. И почему на родственниках нельзя было жениться? Потому что там вот этот, ну, имбридинг, как бы он называется, явление биологии. Сначала вроде все хорошо, потом начинается плохо. Вот. И брали из соседних родов, вот 4, то есть 2 туда, 2 туда, рода, да, это было племя. Племя, и вот из своего племени, вот, надо было и род, и племя соблюдать, они уже не давали этого явления имбридинга. То есть появлялась возможность эволюционировать, и дети должны получаться лучше, чем родители. То есть должна быть эволюция, передача лучших свойств от родителей детям. А когда вот близкие родственники, да, тогда вот может передаться и худшее детям. Это первый момент. Вот. Что касается, значит, второго вопроса, это символика, да. Про лучший оберег, какие лучшие обереги могут быть для жениха и невесты? Самые мощные с точки зрения обереговой силы. Самый мощный оберег, это то, что сделала вам мать. Она связала вам шар, связала вам свитер, это мощный оберег, и он одновременно является еще и амулетом, потому что мать, это тот человек, который искренне вас любит, и он будет любить вас всяким, слепым, хромым, уродом, она все равно будет вас любить. И она вам делает эти обереги с любовью. И они будут работать и как оберег, или как амулет. Амулет это переданная любовь материнская, ну или вашей девушке, или мужчина, который вас любит, значит, в случае, если это женщина, вот он вам сделал какое-то, у нас раньше ведь не было отделения на мужское, мужские профессии, женские профессии, мужские работают и женские работают. Мужчины пряли, мужчины ткали, мужчины шили, были портными, вышивали, потому что рушник, он вышивает, жених вышивает, так же, как и невеста, вышивает сами, после чего они обмениваются этими рушниками, их связывает священника, и потом их разрывать, пытается, доказывая прочность их союза. Вот, и вот эта вот возможность такая делать вашими именно родственниками или теми людьми, которые вас любят, это лучше, и не важно, что они вам сделали, они могут вам просто там какую-нибудь палку поточить, подстрогать или что-то там на ней вырезать, немного даже сделать, но он будет работать, как оберег, потому что работает эмоция, когда вот мы встречаемся с этими староверами, они говорят, эти ваши обереги, это все, ну, они не работают, если вам сделали такой оберег, да, чтобы он постоянно работал, надо, чтобы он проходил обязательно обряды или ритуалы лучше, обряд от ритуала отличается тем, что ритуал богам свершается постоянно, ритуал, а обряд он свершается, вот свадьба это обряд, похороны это обряд, потому что это не постоянно, это только лишь вот в данный момент, на данный случай, а ритуал он делается все время, как правило он связан с богами, вот, поэтому любой предмет вы можете просто взять камень, и если он проходит ритуалы, где люди радеют, да, то есть испытывают божественные эмоции, которые характерны для данного бога, они напитывают камень этой эмоцией, и он будет эту эмоцию вам передавать, подобное тянет подобное, у нас, видите, у каждого бога у вас своя функция, которая выражалась в приветствии, и применялась также при благословлении пищи, вот мы говорим у рода, род, да, у него успехов было, говорим явь, у него удача была, говорим стребок, у него здравие было, эти все слова остались, мы это говорим друг другу удачи, успехов, там лада и согласия, но это сейчас на свадьбах только говорят, вот, а это все вот это разрушенная русская система, посвященная разным богам, ихнему покровительству в определенное время, когда произносились только эти приветствия, и эти приветствия, когда мы встретим 10 человек, и нам все пожелают успехов, да, другого просто термина не может быть в это время у древнеправославных, у нас этот успех придет, и когда мы переживаем это состояние успеха, то есть радеем, да, то есть радеем это было как раз переживание этого состояния успешности, мы передаем предмету, который мы положили в священное место, будь то треножник, будь то машина, будь то значит, ну, алтарь там, конечно, алатырь, да, не все могли класть, но кто положил, и эта эмоция передалась этому вашему оберегу, который вы берете, потом носите, и испытываете успех, если это все время в успех, в период успеха, значит, вкладывалось в это священное место, или удачу, или здравие, или мудрости, если это уверя, твердость, там, ну, любая функция, она передавалась этому предмету, и человек функцию обретал через предмет уже, ему уже потом не надо было напрягаться, потому что предмет ему помогал, но самое интересное, что у нас не только эти функции передавались, божественные, и другие, которые были посторонними, но это уже другая тема. Хорошо, вопросы еще есть, поэтому долго, наверное, задержаться не будем, идем дальше. К сожалению, не по-русски подписался, но я предполагаю, что Евгения. Вопрос эфир, будьте любезны, скажите, есть ли звук защитный от ненужного воздействия? Любой священный звук, он является защитным, тот же самый Ом. Если вы правильно произнесете, когда вас эврирует и здесь в черепной коробке, и в груди, он будет работать как защитный звук. Ну и другие звуки, которые вы можете использовать, но желательно использовать те звуки, которые связаны с богами и сейчас проходят, но если вы их не знаете, вы можете просто Ом говорить. Но только оно звучит, конечно, не просто как Ом, потому что надо тянуть и О, и нужно тянуть и букву М. у нас потому что гласные и согласные между ними разницы не было, сейчас их сделали раздельными, для того, чтобы удобно было общаться между собой. Раньше эти все звуки тянулись, если вы слышали славы, которые считают древепарославные, они читают ее очень долго, она короткая, но они ее считают очень долго, потому что они тянут каждую букву. Ну, а как тянуть такие буквы, как Т или К? К, как его тянуть? М, там можно тянуть, В, можно тянуть. Они считаются полуклассными у нас, но у нас и Т, и Д, и вот то, что мы сейчас говорим, они тоже тянутся. Но все-таки, на мой взгляд, там Е, Д или Т, там Е помогает, Е такой, А, О, да, а здесь М, там, мы сразу слышим, В. То есть, ну, у меня... Ну, то есть, варианты произношения были такие, более скрыты, чем сейчас. Хорошо, хорошо. Так, идем дальше. Интересненько у нас получается. Вопрос в эфир от Владимира тоже не подписался. Владимир Алексеевич, я читал, что наш нынешний русский язык на самом деле не является таковым, так как его начали менять с приходом Петра Первого и тот древнерусский язык, на котором написано некоторое стихотворение у Есенина, например, сейчас практически не встретишь. На каком же языке мы говорим? Так он у нас сейчас иностранный, естественно. То есть, я же говорил про Лыковых, которые говорили на непонятном русском языке, как сказал Песков. То есть, древнеруси все говорили на непонятном русском языке, а в годы советской власти всех научили говорить на современном русском языке. У нас, смотрите, когда вот русскую культуру волшебную разрушали, сколько появилось новых синонимов. Причем, все волшебное, но связано обязательно со всем отрицательным, со всем гадким. Вот так вот удалось связать. Слово вор, например, сейчас означает это у кого-то украсть, а вор, это вообще название жрица. Или, например, там, вот такое характерное слово, ну, сейчас мастурбация, говорят, местурбация, а вообще это вообще божественная вещь. А его связали с анонизмом. Есть слово анонизм, есть слово мастурбация. Понимаете, не было синонимов, понимаете. Ясно, что раз существует два термина, значит, уже тут подмена. И всегда вы будете, если находить такие синонимы, вы можете смело говорить, что произошла подмена. А у нас очень слов, ну, смотрите, например, вот урка, да, слово. Была ургия. Ургия, ну, там, метеургия, демиургия, теургия. Терминов много осталось еще от той русской культуры волшебной, да. У нас борьба, борьба была с ургами, и всех их садили и назвали, сейчас вот урги, они так и были урги, но сейчас их стали назвать урками. Или, например, там, ну, какие еще слова, у нас тюрьмы очень много было терминов, которые, потому что садили прежде всего православных жрецов, естественно, да, вот, и им присваивали потом, значит, вот преступник, например, да, вот ступать, ступа, это те, которые могли летать, и поэтому они были, потому что с летающими людьми шла тоже борьба, они были все преступниками, потому что они могли ступать, а ступать, это не ходить, это техника такая, вот, у нас даже были летающие кони, которые владели инохотью, а сейчас инохоть, на что у нас сделано, все иноходцы истреблены, опять же, в годы советской власти, конек, горбунок, это не фантазия, это люди, это кони, которые могли действительно сделать огромные прыжки, то есть, фактически совершать полеты, в Тибете сохранилась техника лунгампа, так называется, у нас была техника ступания, поэтому были преступники, или там, допустим, заключенные, да, это те, которых выводили за кола, потому что кола, это одно из значений кола, это жить на том свете и жить на этом свете, это было кола, а заключенный он выводился за такова, он не должен перевоплотиться, его помещали специально адские условия, в которых он должен совершить такие поступки, за которые человека исключают из перевоплощения, поэтому тюрьма, это был тот самый рассадник введен, борющийся против русской волшебной культуры, там сотни терминов, вот я просто как бы занимался этим тоже вопросом, спрашивал, интересовался, что, что, как обозначало, и вот оказывается сотни терминов, они связаны с теорией, вот фени, да, они связаны все с терминологией русской волшебной культуры, как ни странно, хотя это в действительности уже не странно. Да, но еще существует в различных не так далеко от московских находящихся областях такие люди, которые утверждают, что там жили фени или о фении, которые вот говорили на своем языке, это были торговцы, язык был специально выдуман, и это было задолго до того, как появились вот те самые блатные слова, тюремные. И другие были народы, еще севернее, которые тоже использовали свой говор именно для своих целей. Не так давно с одним человеком разговаривал, который встретил представителей этих народов, и на самом деле разговор у них такой, что сразу не поймешь, о чем говорят. То на своем начинают, то на русский. Русские люди вроде так все нормально, но вот у них принято так, если разговор идет о чем-то деловом, они переходят на свой говор. И вот трудно разобраться. Так, но вопросов много, идем дальше. Света из Петрозаводска пишет, Владимир Алексеевич, связано ли слово гал-гал со словом гал-дея? Гал-дея. У нас связано гал-дея. Дело в том, что правильно вообще гал-дея говорить. У нас ведь, понимаете, слово гол, это вообще мера всех вещей считается. Гол. Это центральное понятие тоже для православия, которое тоже удачно заменено. Ну, как бы гол, мы знаем сейчас, что это означает. А вообще от этого слова идет угол, да? У каждого бога был свой угол. голова, то есть, мера всех вещей, наш ум, голова. Вот. И гал-дея. Вот. И здесь, ну, просто тут как бы нужно самим-то думаться, потому что вообще в греческом искусстве, в греческих школах у нас преподавание проводится и проводилось так, что человек до всего должен доходить сам. То есть, там тренировалось мышление, творческие способности человека. Там не давалось так, что это, 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 Ты должен сам определить, что это значит, что это значит. И как оно относится, относится, значит, с принятыми трудениями. Жрецы же, они же, видите, у них ведь были уровни знаний, потому что жрецкие знания, они же были все равно не для всех. Они постепенно постигались теми, кто хотел ими обладеть. Но обладевали они все сами. Поэтому гол, гал, это одно из центральных понятий древней православии. Вы так говорите, были, что жрецы уже на самом деле давным-давно исчезли и больше их не встретить или все-таки хоронятся где-то они? В нашем-то обществе их нету. А ведь другое общество ведь, там ведь мы же даже не представляем их уровень, понимаете? Мы думаем, что это там вот глухие таежные места, там какие-то старики с длинными седыми бородами, хранители там всяких волшебных вещей, это все не так. Они все молодые и юные, им хрен знает по сколько лет. То есть, вот, когда спрашиваешь, сколько же вам лет, он говорит, что тебе, все равно не поверишь. То есть, бороды нет, да, волосы не седые? И женщины, вот, ну, вот у меня встреча там была с теми, кто с Шамбал, они тоже все молодые, ну, лет 40 можно от силы дать. Говорят, какой-то намек на бороду должен быть 40 лет тоже. Ну, мужчина, да, он был с бородой, но он не седой, нормальная, кладистая голова, ой, борода, вот, голова, ему 160 лет, он сознался. Ну, нормально так, хороший возраст. Хороший возраст, а женщине было 180 лет. Тоже ничего, молодуха еще. Ну, да. Ну, ясно, ладно, идем дальше, вопросов много, хотелось бы все-таки хоть чуть-чуть, но на них отвечать. Дальше, Олег из Иркутска задает вопрос, сколько дней проходила свадьба у наших предков в древние времена, и почему именно столько времени требовалось для осуществления ритуала свадьбы? И второй вопрос, менялось ли количество дней проведения свадебного обряда в течение исторического процесса, и если да, то с чем это связано? Благодарю. Там дело в том, что вот в первом коне, свадьбы все в первом коне совершались, там надо 24 часа, чтобы пройти весь ритуал. Ну, то есть, вот всем богам, на свадьбе присутствуют все боги. Вот 24 бога было в первом коне, их надо всех прославить, их надо всех призывать на эту свадьбу, чтобы они помогали этой паре в дальнейшем существовать и жить. Правильно. Вот, поэтому 24 часа это минимум. И после этого еще, помимо богов, еще все родственники должны сделать эти все пожелания, все эти подарки. То есть, как минимум двое суток свадьба была. Первые сутки то это как бы железно, ну, потом можно отоспаться. или, значит, делать там зеркальные, как сейчас делают некоторые. Вот, но два дня и третий день получался тогда уже родственники и все остальные. То есть, это вот так вот принято было. Ну, а сейчас все равно же, как правило, два дня тоже празднуют. Я часто свадьбы какие-то наблюдаю. Первый день это обязательности, а второй день как-то может быть уже в меньшем составе, но все равно свадьба. в какой-то степени сохранила эту традицию два дня, да, но вообще она делается, и в действительности это обряд, и он тяжелый обряд. Вообще, эти обрядовая система, ну, кто вот служит, да, в церкви, ну, у нас кудесники раньше служили, вот, это тяжелая работа, это вот отстоять, отпеть, отславить, и там же надо каждый час, или там каждую эту вежу соблюдать, да, то есть, это все тяжело, тяжело, и поэтому эти люди, они должны быть очень искренними, и должны быть истинно верующими, потому что там не допускается формализма, потому что, если ты формально ко всему этому подходишь, то такие славы богам не нужны, и такие люди богам не нужны, но уж-то кудесники, вот самые сильные, так-то у нас были кудесники, потому что они работали с богами напрямую, они все время их славили, и боги им помогали, и вот искренние люди, которые вот сейчас иногда встречаются, искренне верующие, даже неважно, какой он конфессии принадлежит, но у них происходят чудеса реальные, потому что вера есть, понимаете, как я вещь. Хорошо, Николай, 41, вопрос в эфир, с чего начать в настоящее время восстанавливать фруктовые леса, старые сорта фруктов? Ну, во-первых, можно районировать то, что у нас сейчас вот как бы истреблено, их перевозить сюда, в южных-то странах они сохранились, ведь у нас на сегодняшний день где-то около трех тысяч съедобных культурных растений еще есть, их можно, в общем-то, районировать, они здесь все росли прекрасно, и восстанавливать. Эта программа была еще в 60-е годы принята американским правительством прошлого века, в 60-е годы. вот, и они успешно сейчас уже 500 съедобных, новых съедобных фруктов, овощей, они у себя внедрили. И эта отрасль оказалась не менее выгодной, чем нефть, например, или там, допустим, наркотики, или оружие, ну, что у нас сейчас считается самым прибыльным. Вот, поэтому люди, которые этим будут заниматься, правда, им могут нам, у нас и не дать заниматься этим, потому что у нас же, вы знаете, все же вавиловские там накопления, он уже ходил по этим везде, странам, там, континентам, собирал семена, да, все же ведь уничтожили. Вот, ну, нам надо будет это восстанавливать самим. Потом, видите, у древних православных, у них же вот не такая еда, как у нас, они не едят помидоры, не едят баклажаны, не едят картофели, как мы едим. То есть, вот, все, что относится к посленовым, они их не потребляют. А я перечислил все посленовые культуры, которые у нас внедрены, которые блокируют, кстати, память именно прошлых жизней, как это оказалось. Они едят те овощи и фрукты, которые мы не знаем. Но многие вот сейчас, которые в современных лесах остались, да, которых я, всяком случае, встречал, вот, или опосредованно там, вот, они там едят коренье, то есть, ну, вот то, что лес дает. А те вот, которые, как бы, настоящие, древес, прославные, у них даже в заполярном круге растут всякие фрукты и овощи тропического происхождения, которые в тропиках растут. А много фруктов и овощей, которые мы не знаем. например, у них есть типа помидоров, тоже красные такие ягоды, ну, небольшие, маленькие, ну, как, как слива, да, вот, они очень вкусные. Вот, я просил семена, кое-что мне дали. Но в основном-то говорили, что ты приведешь, приведешь хвоста, поэтому ничего не давали. Вот. И, допустим, много было таких вот овощей, которые подземные, ну, подземные, то есть, в земле, как вот картофель, но он тоже типа картофель. Клубневые такие, да? Клубни, да. Они на поверхности, но вот от корней. Вот. Они тоже очень вкусные, их сырыми можно есть. Тоже вот я хотел вот это вот, потом я вот эти вот семена-то, значит, я пытался тут размножить, даже с ребятам в МГУ там давал, ни у кого что-то не взошло ничего. Вот. Но если мне удастся получить еще раз, вот, я, наверное, постараюсь как-то это все-таки размножить. Потому что вот этот вот помидорный, ну, типа помидор, мне это очень понравилась культура. Не помню, как они ее называют. Но у нас, кстати, говорят, смотрите, вот калига исчезла, да, этот, как же он называется-то, ой, то, что у нас, ну, турнепс, да, исчез. Сейчас, значит, все это заменяют, как бы, говорят, что это там репка какая-то, или еще что-то, но это свой был, овощ, это исчезло на наших глазах, вот, брюква исчезла, понимаете. Не, ну, не знаю, турнепс у меня растет, брюква я выращиваю, свекла у меня растет, репка растет, и так далее. В массовых масштабах-то нету ведь этого. Да, но можно... Потому что, и оно исчезнет, потому что, если единицы выращивают это все, это обречено на исчезновение. Согласен. Поэтому и стоит вопрос, что делать, что делать-то? Вот, ну, хорошо, вам кто-то там по секрету дал несколько семян, ну, мне что-то, может быть, дали, а дальше-то что делать? Надо, чтобы это массово переходило. Ну, вот мы сейчас эфир провели, народ заинтересовался, на дачах захочет в большом количестве выращивать, где-то там, ну, в деревне, на плантациях выращивать, а где семена-то взять? В том-то и дело, что семян-то нету, сейчас же все эти генномодифицированные у нас внедряются, да, а они ведь семян-то не дают, вернее, не дают, которые не прорастают, ничего не дают, плодов. А дело в том, что можно, конечно, их восстанавливать, когда вот пропускаешь там через себя семен, выделяешь его всякими свойствами, которые ты ощущаешь реально, вкус, запах и так далее, потом всадишь. Очень вкусные, кстати говоря, вырастают даже огурцы, даже те же помидоры, они меняют свои свойства. Ну, то есть, как это делается? В рот кладется семечка и дальше какие-то мысли, образы на нее и ощущения во рту появляются, после этого уже в землю сажаются. Кишечник, он же не для того, чтобы перерабатывать пищу, как мы сейчас его используем, да, он был создан для того, чтобы мы созидали. У нас же, смотрите, вот в первых стаках Библии написано, когда там, ну, Бог создал Тор, все, там, пятый, шестой там день, и земля вскишела, вскишела вот растениями, там, животными. А что значит вскишела? То есть, это кишечник, однокоренные слова. То есть, у нас в кишечнике рождаются не только каловые массы, но и всякие сущности, которые, ну, мы-то можем их как за паразитов воспринимать, там, глистов, потому что из людей, вот, в разных центрах этих, вот, той же Семеновой, там, у Синины, что там не выходит только из людей. И это говорит не только, что это глисты известные, а там и пауки, и медузы, и кого только нету, и ящерицы, и, ну, то есть, вообще они на что не похожи, там, и растения, ну, все выходит из человека. Это потому, что наш кишечник может синтезировать и создавать, и боги, ну, мы ведь были богами, и у нас кишечник, он и был создан для того, чтобы рождать новую жизнь, новые виды. И, в принципе, мы к этому и должны вернуться. Хорошо, ну, в общем, надо искать возможности, как пелось песенки, кто ищет, тот всегда найдет, да? Идем дальше. Вопрос, вопрос от Виктора из Харькова. Объясните подробнее, почему кораблестроение наших предков было основано на черной березе или березе? Здесь ее не написано, поэтому и так, и так я могу прочитать. Ну, дело в том, что береза, береза, это был строительный лес, черная береза, и там ступы делали, из него ступы же для полета были, нужны. Вот, ее там, человек как-то обработает, я не знаю технологии изготовления, я знаю, что березу, если правильно обработать, то она начинает обладать вот этими летательными свойствами, то есть, она не притягивается к земле. Ну, и у нас эти вот корабельные, ну, вот летучие там, голландцы, это все оставалось, это все остатки русской волшебной культуры. Целый, вот березовый лес, да, он мог оторваться и летать, вот эти острова летающие, в этом же показаны, в аватаре, вот реальные, в общем-то, явления, связанные как раз с этой березой. Мне показывали черную березу, то есть, она в действительности, но она уже как бы не та, которая вот была, потому что, ну, мы вот тоже там брали ветки, пытались там что-то сделать, у нас ничего, конечно, не получалось, но мы и не знаем правильную технологию, что там делать надо, вот, но черная береза в каких-то местах еще есть, она еще растет, технологию просто надо, тот, кто общается со своей душой, она наверняка знает, как это все сделать, он может это все вспомнить и сделать. Ну, может быть, там недостаточно черной березы, нужен еще, может быть, черный камень черный код, кто его знает, да, что там в дополнении к этому, поэтому... Ну, я знаю, что там какое-то давление, как-то там вымачивают, а там что-то еще там, в общем, перевертывают. В общем, технологии, которые сейчас пока нам неизвестны. Ладно, Елена, 777, вопрос эфир, значит, слово ура, помогает ли оно победить? Конечно, помогает, ура это, у нас же рай, это господь первого пантеона был, и у нас вообще все господа, они записаны в счете в нашем, да, ра там раз, дэй два, трибук три, сварок, это кварта, пан пять, сест шесть, семер семь, веста восемь, и дэв девять. То есть, вот все девять пантеонов, которые у нас были представлены в первом круге, они уложены в нашем счете, и ра был первым как раз господом, возглавляющим первый пантеон. Хорошо, я Гриша, вопрос в эфир. Здравия, Владимир Алексеевич, вы говорили про то, что дарить срезанные цветы плохо, а как же венки, которые плели и дарили друг другу? Ну, так это все новые традиции, новодельные. Вот, кидают там венки тоже, но тоже это все неправильно. Вообще, вот разрушать растения, нарушать их целостность, это все неправильно. И раньше наши предки, да и сейчас, даже вот те, которые сохранили остатки древних православий, они же, прежде чем срубить дерево или сорвать растения, они же у него просят прощения или объясняют, почему им надо это сделать, и что-то пойдет во пользу, и это дерево, оно все равно продлит свою жизнь в своих там потомках, в своих семинах. То есть, дерево должно быть успокоено, если его хотят срубить для каких-то целей. У нас же этого не делается сейчас. Ну да, да. Так, идем дальше. Вопрос из Оренбурга, к сожалению, не указал свое имя. Если натриевая соль вредна, как понимать высказывание о том, что натрий способствует улучшению мозговой деятельности, а натрий доуглекислый, то есть сода, поможет излечить серьезные болезни? Это же все гипотеза. Это же вот в реальной жизни. Но сода, она действует, потому что она дает щелочную реакцию. У нас кровь имеет щелочную реакцию, ну более-менее щелочную. Ну это, конечно, другая уже тема, тоже большая. Тут, конечно, надо много рассказывать. Вот. Но если вы все время будете принимать соду, вы слопочете какую-нибудь болезнь желудочно-кишечного тракта. Вот. Если вы принимаете, когда у вас изжога, да, и вы думаете, что у вас повышенная кислотность, и вам врачи так скажут, что у вас повышенная кислотность, в действительности, у вас как раз пониженная кислотность. При пониженной кислотности у нас сфинктер желудка все время открыт. И пища в нем не переваривается. Она попадает сразу в двенадцатоперстную кишку, куда впадают протоки и печени, и поджелудочной железы, которая вырабатывает панкреативный сок, или сок поджелудочной железы. А он обладает удивительной особенностью растворять все, как и желчь, собственно говоря, но она растворяет жжи. А вот панкреативный сок, он все растворяет, он из стенки растворяет. Почему воспаление, вот панкреатив, почему он опасен, потому что если там начинаются стенки перевариваться, может попасть в кишечник, прободение кишечника, в органы там, в селезенку, в печень, и человек погибает. Потому что против него никакой защиты нету. А чтобы желудок работал, как пишет Болотов, кстати говоря, вот, нужно обязательно кислоту применять, то есть лимонный сок, можно там клюкву или еще что-то, который способствует закрытию синтера желудочного, и желудок начинает работать нормально. То есть не соду принимать надо, а кислоту. Тогда вы можете гарантировать, что у вас будет желудок работать нормально, у вас не будет изжоги. Вот, и соду, она, ну, вот ее релик, конечно, распропагандировал, но она не дает тех результатов, какие может дать как раз лимонный сок. Вот он реально излечивает нас желудочно-кишечный тракт от всех изжог, от всех гастритов, от всех панкреатитов, и холециститов, ну, все, что там. Ну, и прочее, прочее, да. Да, и прочее, прочее. или это все новодел, или это все наша древность. Ну, дело в том, что вообще годовщина свадьбы всегда отмечается, как день рождения. И, ну, у нас просто это не принято сейчас в массе, но кто-то отмечает все равно. Как вы назовете деревянное, оловянное, это не имеет значения. Но серебряное, золотая, бриллиантовое, они, как бы, традиционно отмечались, потому что вот каждые 24 года они еще связаны с переходом человека в другой ранг. 24 года это как раз ранговая система. Вот. Поэтому они, в общем-то, как бы, до сих пор, и они, кстати говоря, нас, остальных, потрясают, потому что люди прожили 50 лет вместе, или 25 лет вместе, ой, 75 лет. Это же фантастически. До 75, конечно, мало кто доживает. Но до 50 есть такие. Ну, я как-то верю в то, что люди, которым 180 лет, или 160, или 140, они доживают и до 70-летней свадьбы. Конечно, конечно. До 100-летней тоже доживают, на мой взгляд. Хорошо, то есть, ответ такой, что отмечали различные даты, в том числе юбилея, вот называть могли по-разному. Ну, кому как нравилось, так и называли, да? Хорошо, вопрос в эфир от Веры. Владимир Алексеевич, что вы можете сказать вкратце о всесветной грамоте и, в частности, о представлении ее Ананием Федоровичем Шубиным Абрамовым? Благодарю. Ну, он же ее получил от двух женщин, которые мы передали, когда он там ездил с лекциями от общества знания в какой-то глубинке. Поэтому она реальная, и то, что ее отвергает наша Академия, это как раз показывает, что она и есть азбука нашего русского народа. То есть, если Академия отвергает, это правда, такой теперь параметр подтверждения? Да. Она же все отвергает, все, что связано с древней культурой, все отвергается, уничтожается, забирается и исчезает из музеев, но отовсюду. То есть, нам до сих пор ведь не дают даже понять и познать, что была высокая культура уже отшедшая цередрация, обладала высокой культурой, нам уже пытаются внушить, что мы жили в пещерах, а в пещерах жили люди, то почему? Да потому, что была катастрофа, а где можно спастись, когда все разрушено, конечно, в пещере, но они, когда растений у овощей, фруктов нет, конечно, они будут есть мясо, чтобы выжить, они будут делать костры, и эта катастрофа, она может длиться не один год, а десятки лет, то же самое похолодание, например, или потоп, где можно скрыться, в горах, в пещере можно скрыться, чем можно кормиться, рыбой, птицей, кого поймаешь, кого убьешь, но это вынужденная мера, это вынужденная форма еды, которая связана с катастрофой, и в этих пещерах, и люди, если шкуры там или еще что-то одевали на себя, только потому, что нечем было одеть, потому что культура потеряна, но они-то все равно все высокоразвитые, и если у нас сейчас вот катастрофа случится, мы тоже пойдем в пещеры, и наши потом потомки, которые выживут, они потом будут говорить, что вот, как, смотрите, 200 лет еще назад, люди ходили в шкурах и разжигали костры с помощью там палочек или кремния, или еще там каких-то примитивных приспособлений. Ну да, или в землянке, в общем, где можно спрятаться, пещеры, землянки, то, что укрытие для выживания. Это совсем не показатель этой примитивности людей, это вынужденная мера при какой-то катастрофе, получается. Точно так же, как кочевники, кочевники это не показатели их жизни, они все были оседлые, но они вынуждены кочевать, потому что разрушена их цивилизация, разрушена их культура. А вот по поводу этой грамоты всесветной, может быть, это один, одна из грамот, вариантов письменности, а не то, что некоторые сейчас баталии устраивают, вот была только буквица, нет, была только всесветная, да нет, были руны, может быть, надо как-то более широко подходить, что все-таки и территория большая, да и времени было очень много, и народы, народности разные населяли, где-то сохранилось после каких-то определенных моментов вот такое письмо, где-то вот такое, и известно, что, к примеру, в той же самой рунике, если управляющий символ как-то другой стоит, то и по-другому читается, да то же самое буквица имеет множество значений, если там каждое значение образа представить, то там получится не этот квадрат, который сейчас везде мы видим, а там получится намного даже больше, чем всесветной грамоте, поэтому могу ли я так предположить, что это не единственное письмо, как некоторые доказывают, а это из возможных вариантов, один из возможных вариантов древней какой-то грамотности наших предков. ну вот смотрите, у нас на территории России найдено шесть видов письменностей, значит, с одной стороны надо помнить, что у нас четыре вида алфавита было сделано за период нашей революции, там, гражданской войны, и вот реформ русского языка, пока жил Луначарский, да и после Луначарского эти реформы проходили, и плюс еще как бы две, ну вот смотрите, то же самое, например, шумерское письмо, да, это же ноты, это как раз Сензар записывался так, вот, и что касается, ну это тоже письменность, но это совсем другая дисциплина, совсем другой уровень, вот, другие виды письменности, которые у нас появлялись на земле, они связаны были с пришельцами, которые здесь у нас внедрялись и жили, ну например, те же негры, которых считают, что они вот Африки там все время там живут, и они вот черные, потому что там солнце светит, и они из этого почернели, но это тоже фантазии на биологическую тему, потому что черный цвет кожи нужен для того, чтобы поглощать лучи, а в жаркой Африке их надо отражать, поэтому там можно только с белой кожей жить в Африке и вообще на югах. Негры к нам прилетели, тем более вот эти исследования еще германской антропологической школы показали, что люди, которые имеют легкую или тяжелую кость, они не из земли, они прилетевшие, потому что животные и люди, которые имеют плотность земную, они местные. Это генетически закрепленный признак. Вот негры имеют легкую кость, китайцы имеют тяжелую кость, вот белое население, оно как раз посередине, они местные, а остальные все, которые плотность не укладывается в нашу плотность белой расы, они все прилетевшие. Тибетцы легкая кость, кто там еще? Тибетцы они же как бы вот этот представитель и идейцы, они тоже имеют легкую кость, потому что у них тибетский тип в реальности. Соответственно и колеса крови, видов крови тоже много, нам только про 4 вида рассказывают, причем одна из них смешанная четвертая группа, вообще так, нулевая, да, А и Б, ну или ее называют еще первая, вторая, третья, а в Соединенных Штатах Америки уже создан банк и музей крови, можно сказать, там 150 видов крови, которые учитывают разные факторы, разные факторы, которые находятся и у готов, например, у готов и фактор А находится и фактор Б, но кошек, кошки же это потомки котов в действительности превращенные люди, но они люди, но в то же время они не похожи на нас, вот, песиглавцы, у них там 9, по-моему, видов крови, столько же, сколько у собак, у лошадей там, у коров, которые тоже были людьми когда-то, у них там больше десятка видов крови, и так каждого животного брать, каждое животное имело предка человека и это доказывает, что и у львов, и у тигров, и у волков, и у даже коров иногда рождаются дети, люди, то есть происходит возраст предков, нам это объясняют тем, что происходит воровство этими видами детей, их потом вскармливание, ну это фантазия опять же, ну как может корова кого-то украсть, она может только родить, ну когда рождается например ягненок, но с человеческим лицом, да, ну вот объясняют, что вот мол это ну урод такой, тонатологией мол занимается такая наука есть, вот, или свинья там тоже с человеческим там, откуда там человеческий ребенок-то, у нас есть, ну когда вот допустим женщина рожает, у него там ребенок на обезьяну похож, тоже говорят возврат предков, вот тут вот рассказывают всем, что вот наша обезьяна родилась, и у нас их даже не убивают, даже их не отравляют, а вот родился там какой-то звереныш, да, у человека, ну человек, у человека тоже звери иногда рождаются, вот, это все сразу секретится, у наших домашних животных рождается человеческий отпракт, тоже секретится, у оленей рождается, это тоже секретится, но рассказывают, что вот, мол, у оленей родился, он там бегает очень быстро, периодически в печати это все появляется, просачивается, потому что эти народ, когда поймал кого-то, да, ну, например, вот по телевизору показывали, здоровый мужчина, да, он вырос в семье волков, его научили говорить, но он как пятилетний ребенок, в принципе, говорит, да, вот, научили его есть там ложкой, хотя он все так как и волки, ел все сразу руками, вернее, это ртом, то есть руками-то мало помогал себе, вот, а он говорит, нет, это, говорит, мои родители, которых вы убили, то есть он знает, что это его родители, они знали, что это их ребенок, и он рос вместе с ними, вот, никто его не воровал, он родился человеком, потому что волки в прошлом тоже были, в общем-то, людьми, ну, и так далее, в общем-то. Хорошо, хорошо, идем дальше, Елена-777, вопрос эфир, почему и как погибли титаны? Как было же титаномахи, вот, и титанов сбросили в Тартар, но титаномахи там нам представляет, что якобы там люди там с титанами, да, вот, в действительности это иноземные захватчики, даже не иноземные, инопланетные захватчики, потому что землями у нас назывались все планеты, которые земной группу имели, вот это, и вот иноземцы у нас не те, которые в соседних странах, там, иноземцы, которые прибыли с другой земли, с Марса, там, с Венеры, с Луны, эти же все планеты были обитаемы, и об этом много свидетельств, даже в микрос, ведь в телескопы можно увидеть, луна, вот, колеоста, там, значит, Ио, это вот спутники Юпитера большие, как наша Луна, вот, Европа, тоже спутник, там, Титан, вот, они все, в общем-то, были землями, и в силу того, что там маленькая плотность, там тоже, ну, притяжение не так уж высокое, потому что и плотность, и высота атмоса этой биосферы, она была не такая уж большая, именно из-за того, что маленькие размеры планет, вот, маленькое притяжение, оно позволяло, в общем-то, вырастать до больших размеров, они, в общем-то, тоже сюда прилетали, как большие люди, ну, мы все были большие, в прошлом, вот, кто вспоминал свои прошлые жизни, он мог вспомнить себя огромным, большим, какие были, как титаны, вот, ну, видите, тех технологий, которые там применялись, конечно, это не технологии современные, там всякие ваджа, там, ну, это самое такое, типа ядерного оружия, хотя это, в общем-то, вся свою индейство там продает эти ваджи, но они, правда, не имеют никакой силы, но какую-то энергетику все-таки имеют, у нас там в Махахпарате описано где-то девять видов оружия, самых разных, те, которые могут пустить воду ниоткуда, которые могут, ну, то есть, вызвать поток, которые могут вызвать землетрясение, которые могут вызвать окаменение, много видов всяких оружия описано, которое применялось именно в разных войнах, не только там Маджуна, они всегда применялись эти виды, но они описаны, они зафиксированы, и они существовали эти виды вооружения, сейчас таких видов вооружения нету, естественно, вот, поэтому титаны, они, в общем-то, местные, и, в общем-то, они проиграли эту битву, которую, опять же, захватчики умело стравили с иноземцами, вот, и у нас, в общем-то, почему Марс бог войны, потому что у нас с Марсом была война, и хазары, собственно говоря, они же с Марса, но об этом много, чисто, вот, фольклорные данные, да, и анализ языков показывает, что марсиане, да, у нас слово, например, Март, и Марс это одно и то же оказывается, да, у многих народов, ну, европейских, Март назван Марсом, и Марс тоже имеет название Март, вот, Марь, на Мардвы, там, это лошадь, у французов у них, значит, шеволье, это, значит, дворянин, и шеволь, лошадь, ну, то есть, у них дворяне были лошадьми, лошадьми, у нас слово шваль, это наше отношение к хазарам, к лошадям, вот, ангара, кстати говоря, тоже означает лошадь, на монгольском языке, монгольском языке, кстати говоря, вот, как раз, для понимания, вот, этих, вот, всяких, инверсий, культурных, монгольский язык, в данном случае, является базовым, и вот там, вот, потому, что, мангала, это тоже Марс, означает, да, и монголия, это, в общем-то, тоже, получается, Марс, и у нас много вот марсианских таких вот названий осталось. То есть, указания на Марс, да? Да, потому что Ника, она почему всегда без головы, потому что она с лошадиной головой, вот, поэтому ей всегда отбивают голову. Как-то не везет ей. Ну, да. Ну, ладно, понятно. Дальше, еще вопрос, Ольга 74, вопрос в эфир. Владимир Алексеевич говорит о том, что до революции был другой язык русский. Разве можно ссылаться только на семью Лыковых? Ведь на разных территориях разный говор, поскольку проживает в стране множество народов и народностей. Говор северных народов нам сегодняшнему непонятен, зато его принимают и понимают индийцы, знакомые с санскритом, ссылаются на Жарникову. По мнению словесников, современный русский язык возник благодаря Пушкину, который общался в обществе и писал письма исключительно на иностранных языках. При этом широко известна его литературная деятельность исключительно Ива Сталину. Что-то я не понял здесь. Литературная деятельность исключительно Ива Сталину. Ну, что хотелось сказать Ольга, я так не понял про Сталина здесь, но вот про Пушкина, мне кажется, все понятно, сказала она. Давайте, слушайте, у меня кончилась вода, давайте мы сейчас прервемся на минутку, я наберу воды и мы продолжим, я отвечу на ваш вопрос. Хорошо, давайте на две с половиной минутки прерываемся, как раз можно будет успеть водичку набрать. Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор на Народное Славянское Радио, сейчас я просто сделаю объявление, 12 октября 2016 года среда по одному из современных календарей, по одному из современных 22-й день месяца Божественного Начала 7525-го лета шестица, мы продолжаем разбирать тему исконной традиции русского мира, автор-соведущий Владимир Алексеевич Шимшук. Вопрос напомните или как? Нет, я помню. Значит, смотрите, почему у нас разные говоры в разных... Да, почему нельзя ссылаться только на Лыкову и так далее? Значит, смотрите, до революции у нас был язык с открытым словообразованием, то есть, у нас была не только вторая сигнальная система, то есть, смысл связан со словом, но и третья сигнальная система, которая была связана с буквой. У нас буквы все значимы были. В это Веди, Д это Добро, А это А, ну и так далее. Мы знаем, Азбуки, Веди, все это со школы там еще известно. Вот, каждое слово мы могли определить с помощью буквы, потому что буква была значима, и мы могли конструировать эти слова. У нас слов было немерено, ни 40, даже не 80 тысяч, их бесконечное число, потому что мы можем, ну даже вот, смотрите, имея азбуку 108, 108, 150, один знак, ну 148 будем считать, или 147 даже, как в всей святной грамоте, если мы 147 букв, даже по 6 всех этих комбинаций, получается миллионы, миллионы всевозможных возможных букв, слов, которые будут выражать какой-то смысл. И у нас вот это открытое словообразование, потому что слово это уже определение какого-то понятия конкретного, и поэтому люди, когда говорили какое-то другое слово, которое не использовалось в языке, в обычном, все равно все понимали, что человек сформулировал новое понятие, которое все понимают, потому что он знает, какая буква, что означает. и у нас возможностей таких вот конструкций у всех были одинаковы, и когда у нас разделили, начали делить на всякие народности, естественно, вся эта система словообразования рушилась, ее разрушали, в одном месте она так застыла, разрушена, в другом так вот застыла, поэтому разные говоры появились, разные значения, многие слова они там в том же украинском известны, украинские более приближены к старорусскому, а в русском они неизвестны, но все равно понятно, более-менее. Вот, поэтому вот такая вот ситуация произошла, разделение по говорам именно за счет разрушения вот этой третьей сигнальной системы и смыслового значения наших букв. Ну, просто здесь Ольга писала о том, что недостаточно ссылаться только на семью Лыковых, потому что они были представителем какого-то определенного места, откуда ушли и сохранили тот говор, на котором разговаривали во времена еще революции и до того. А ведь были и другие говоры, которые существовали и восточные, и западные, и севера того места обитания, откуда они пришли. Вот на это она обращала внимание и говорила о том, что говор северных народов сегодняшних нам непонятен, зато его понимают индийцы, знакомые с санскритом. То есть она обращает внимание на то, что большая рассеяние, огромнейшая страна, и говоров существовало много. Это как, например, северный диалект, вот если послушать какие-то рассказы поморов, причем быстро, когда они говорят, наверное, европейцу, москвичу или с юга понять, о чем говорят, невозможно будет абсолютно. Вот они будут там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То же самое, если тех, кого называют хохлушки, приедет и начинает быстро разговаривать, тоже москвич не поймет. И то же самое, если с юга кто-то приедет, тоже будет о чем-то своем гутарить, то не всегда понятно, потому что там есть какие-то и обороты, и фразы, и слова, и так далее. Лыковых является показателем древнего языка или не такого уж древнего, который еще во времена революции существовал, а потом был уничтожен. На ее взгляд, на взгляд Ольги, это неверно. Вот такая суть этого вопроса была. Вот смотрите, то, что у нас переписана вся литература, у нас было 43 буквы в кириллице. мы можем прочитать 19 века издания Гоголя, Пушкина, Лермонтова. Ну и где там эти 43 буквы? Кроме ядьи, там больше ничего нету. И все читается по-русски, по-современному, на современном русском языке. Вот. То, что у нас наши классики постоянно переделываются, мне читатели все время приносят там того же Гоголя, показывают, что было в предыдущем издании, что сейчас. Того же Пушкина, там был поп, там балда, там вот поп, толоконный лоб, это мы как бы с детства все учили, сейчас там уже издано, толоконного лба уже нету. Вот. Библия там меняется. Более того, наши классики, такой, например, дедушка Ленин, у него есть такое известное произведение, как «Письмо к съезду», которое более 50 раз было изменено в период, значит, когда уже дедушка Ленин давно умер, но он продолжал совершенствовать свое письмо, расставлять новые акценты уже после своей смерти. или возьмем такого известного автора и героя Отечественной войны, как Жукова, маршала, который написал свои мемуары и который после своей смерти продолжал изменять свой взгляд на Отечественную войну. Кому это все надо? Это как раз надо той закулисье, которая нам все время меняет и язык, и понятия, и нашу классику для того, чтобы нами манипулировать и управлять. Если мы вернемся обратно к своей азбуке, которая была значима и соответствовала значит каждой буквы понятию и снова начнем понимать новые слова, у нас возникнет эта вот третья сигнальная система даже на нашем язычестве уровень нашего развития повысится в разы соответственно их стерилизация будет развиваться совсем по другому пути, не по тому гибельному, по которому мы сейчас идем, а по созидательному пути. Ну да, то есть получается сейчас многие говорят про созидание, про то, что система такая неугодная для русского человека, что она разрушает его, генетики она противоречит русских людей или славян, или славяно-русов, или славяно-арьев, кому как нравится. Я сейчас выбор, пожалуйста, сами дополняйте перечень. И поэтому надо ее убирать. Но при этом многие предлагают такие пути или там революции, или там всех снесем, и что-то только не предлагают. А в общем-то, на мой взгляд, все вот эти переделки, они могут происходить более правильным, более простым, и, понятным, опять же, без потрясения для нас образом. То есть, через осознание, через понимание своей древности, своей культуры, и своего родного и великого и могучего языка. Вот на мой взгляд, так. То есть, не обязательно хвататься там за Коли и сразу первопопавшийся, кто тебе не нравится, Колом там охаживать по голове. Да. Хорошо. Так, вопрос в эфир от Елены из Рязани. Здравия всем, Владимир Алексеевич. Развластуй, это сильная сторона наших захватчиков в том плане, что им это хорошо удается. А какие у них слабые стороны? Благодарю. Слабые стороны надо искать. Они нам их не показывают. Но то, что у них есть внутренние противоречия, в какой-то степени это и есть их слабость. Но их нужно найти, эти противоречия. Вот. Они же об этом не рассказывают, не показывают. Поэтому нам и играть-то на этом никак не сыграешь. Пока не узнаешь. А если просто так представить, ну, обычно Жуков здесь упоминался, другие, и Суворов упоминался, да и если про войну говорили, на Суворов и Кутузов. Ну, хорошо, там, правильно они были, неправильно на нашей стороне, не на нашей стороне, но воевать, как бы так, как показывает, опять же, известная история, умели, и те цитаты, которые приписывают, в общем, довольно-таки правильные. Если так разобраться, то если враг что-то делает и вынуждает нас к этому, то, естественно, должно быть, это не поддаваться на эти вынуждения, а делать так, как враг от нас не ждет. Мне кажется, вот слабые стороны их в том, что они могут не получить того, что они хотят от нас. То есть, вот они тебя заставляют со своим братом ругаться, а ты не ругайся, вот они тебя заставляют какую-то иностранщину повторять, а ты не повторяй, они тебя вынуждают смотреть зомбоящик, а ты его не смотри, они тебе говорят, что вот такая история была, а ты обратись в летописи, в рукописи, поговори с умными людьми, сам поразузнай. Вот мне кажется, здесь и кроется их слабина, и когда постоянно ложь и кривда, то правда, которую вы сами люди будете доставать, она и будет и для них слабостью, просто-напросто они этого не ожидают и этого боятся. Ну, это очень ценная мысль, потому что мы меняем правила их игры на свои. Конечно. Естественно, уже дает нам некоторые преимущества. Конечно. Но в то же время надо не забывать, что они владеют волшебными технологиями, а у нас народ ими не владеет. Так мы же про генетику говорили. А что может быть выше генетики, если код генетический в нас скрыт, а мы говорим, что мы потомки великих, кто-то, говорит, людей, кто-то богов. Ну, если в нас это присутствует, какие-то могут быть технологии по сравнению с теми технологиями, которыми родили наши пращеры и наши, опять же, если кто-то говорит боги, уж если наши боги здесь что-то создали, то есть наши пращуры здесь что-то создали, то в этом случае это у нас в генетике присутствует. Вопрос в другом, почему мы до сих пор не обратились к тому, что у нас уже внутри есть, почему мы до сих пор не используем это величайшее, что в нас есть, а все время пытаемся играть по правилам наперсточников. Вот давайте мы поймаем наперсточника за руку, давайте мы посмотрим, каким шариком он играет, давайте посмотрим, как устроен наперсток, а давайте, скажем там, чтобы он помедленнее двигал. В общем, какие-то такие у нас ссылки идут на их игры, вместо того, чтобы просто сказать «Ребята, вы нам здесь не нужны, мы тут это место займем, там, огород, например, на этом месте, где вы сидите, разобьем и будем какие-то овощи, фрукты, о которых мы сегодня говорили, редкие на данный момент, взращивать и будет всем счастье». Мы, кажется, просто не используем то, что у нас есть, не то, что на поверхности, даже внутри. Вот в этом наша беда. Но вы правильно сказали, что, в принципе, у нас есть эти божественные возможности, нам же их гасят с детства. Дело в том, что вот исследования коршуника, они показали, что ребенок до года, если он кормится грудью, у него количество связей намного больше, где-то на 70%, то есть в три раза фактически с лишним, чем у ребенка два, допустим, года, когда он перешел на кормление там смесями, значит, молоком коровы и так далее. Корове ведь не нужны эти связи. И вообще ведь у нас вот эта подмена считается нормальной. А ведь исследование тех же американских исследователей показало, что если свинью кормить молоком собаки, она становится поведением, как у собаки. То есть явно выраженный территориальный инстинкт, она защищает свою территорию, она нападает, она кусает, то есть она ведет себя, как собака. А мы коровье молоко впихиваем в ребенка. Уже здесь начинаются всевозможные неприятности. То есть у нас на Руси кормили до 4 лет детей. Сейчас ребенка отрывают от груди в год. Вот эти аборигены разных индейцев, они вообще до 8 лет кормят матери детей грудью. И поэтому у них, во-первых, с матерью связь очень сильная. А во-вторых, у них вот почитание родителей, особенно матери, очень высокое. А у нас же сейчас какие почитания? Нет уже этих вещей. Потому что искусственниками сейчас детишек уже делают там в 2-3 месяца, потому что уже пропадает молоко. Пропадает молоко, потому что питание неправильное. А питание неправильное, потому что надо как можно более сырого и вообще стараться исключить всю варенку. Потому что у нас вареное единое, оно введено то ведь было опять же в основном в годы советской власти. Но дворя непонятно ели, а крестьяне-то ведь не ели. Они если и ели, только томленую пищу, а томленая-то не вареная пища. Ну томить, знаете, то есть печь, которая остывает на ночь и так далее. Там в действительности получалось все, что полезно. И потом ведь у нас, допустим, был день мясоеда. Ваня Каренин даже о нем не пишут. Его же отменили после революции, потому что мясоедение нам внедрялось. У нас было фруктоедение. Когда я узнал, например, что у нас было миллион общин сыроедов и фруктоедов, которые все были уничтожены, я думал, как так? Миллион у нас, 130 миллионов, община по 13 человек. А потом, когда я узнал, что Россия это в действительности весь мир, и Австралия там, и Африка, и Европа. Европа вообще Руссией называлась раньше, оказывается. Все была Россия и эти миллионы общин, их все поуничтожали, их все перевели на неправильное вид питания. Владимир Алексеевич, а где вот можно эту информацию достать о том, что до революции было множество общин, которые были сыроедами? Вот сейчас очень модно ругать сыроедов, называть их там травоядными и так далее. И говорят, что это все выдумки того же госдепа для того, чтобы ослабить нашу расу, чтобы ослабить наш народ, русских, ну, вообще славянские все племена, потому что всегда было свойственно есть именно мясо. Таких разговоров много. Сейчас вообще война между вегетарианцами, между мясоедами, между теми, кому все равно, настаньте от меня. Вот где эта информация, где эти письмена, которые указывают на эти общины? Вот можно на них как-то взглянуть? Вот я сейчас не помню, где я это читал, я думал, что это не сам выдумал, это я все прочитал. Вот. Но это в каких-то вот в открытых наших источниках, в них ведь тоже много бывает полезной информации, которую почему-то не вычищают. Вот. Ну, просто не замечают и не вычищают. А вообще эти вот почему у нас вообще сыроедение, там, допустим, мясоедение сейчас вот процветает? Во-первых, потому что у нас исчезли фрукты, которые копили белки. У нас есть фрукты, которые копят только углеводы. Есть пару фруктов, которые копят жиры. Это вот авокадо, да, ну, еще там всякие масличные культуры, которые сейчас относятся технически, там, лен, там, ну, понятно, там, из них можно получать масла, из орехов там можно получать масла. Вот. А белковых нету. У нас вообще белковых растений практически нету. Но амаран там имеет 30 белка, 30 граммовых белка на 100 граммов. Это высокое содержание. В мясе всего 13-15 граммов белка. А вот таких вот как амарант в нашей культуре сейчас нет. То есть, если брать там пшеницу, там вообще 7-8, ну, 10 там редко у кого. А так нам всегда белка не хватает. Нам не хватает аминокислот. Поэтому люди вынуждены есть мясо. Там хоть какие-то белки, какие-то аминокислоты, все-таки присутствуют. И кто на сыроедении, долго он не может существовать, потому что у них начинаются всевозможные проблемы с организмом, потому что нету вот этих аминокислот. Нет того же серитонина, нет того же афилоноланина, потому что ну нету этих аминокислот в растениях. Они вот-вот бывают только в мясе. А это нужно для мозга. Понятно, что человек в конце концов срывается там на рыбу, на мясо или еще, ну, что привык с детства есть. Поэтому нам надо возвращать в нашу культуру именно растения, которые накапливали вот эти вот белки, вот эти аминокислоты, которых сейчас у нас нету. Их надо возвращать, и тогда уже это строение становится нормальным, то есть оно не как бы не в тягость. И человек спокойно насыщается, спокойно ходит сытым, ему не нужно ни мяса, ни рыба, ни птица, ни гады всякие, рептилии, которых тоже едят и китайцы, и французы. Ну да, как говорится, на безрейде рыбий и рак, щука, будешь есть, что попало, когда хочешь кушать. Наверное, здесь надо отметить, что, во-первых, с чего начинать, это был вопрос, да, начинать, наверное, с семьи, с детства, если мама будет кормить своего ребеночка молоком грудным, а не какими-то непонятными смесями, в этом случае ребеночек будет более крепкий, да и мама передаст полностью все, что необходимо передать ему, и связь между мамой и ребенком, а через маму и с семьей будет более крепкая, то есть вот эти все моменты надо учитывать, и чем чаще вы будете мамочкам об этом рассказывать, особенно тем, кто готовится стать мамочкой, то в этом случае вот через это вы получите через какое-то время, может быть, через 10 лет, может быть, через 15, может быть, через 20, уже будет у вас расти новое общество, будет создаваться, поэтому, что вы сейчас делаете, то вы в ближайшем будущем и будете получать. Не стойте в стороне, пропагандируйте здоровый образ жизни, здравомыслия пропагандируйте, и будет вам счастье. Что касается там молока, такой анекдот вспомнился, пишет парень своей маме в деревню, мама говорит, у нас вот внучка у тебя родилась, но понимаешь, в чем дело, черненькая она родилась, вот, а в роддоме, как жена объяснила, у нее не было молока, а рядом лежала негритянка, ну и негритянки, значит, молока было много, она вскармливала, вот дочкой стала черненькой. Вот это приходит письмо от мамы. Сынок, понимаешь, в чем дело? Я вас четверых растила в деревне, кормила козьим молоком, но только почему-то один ты с рогами оказался. Итак, вот так немножко разрядил. Ольга, 74, продолжает шутливый вопрос. Петр Первый имел внешность кота, благодаря усам. Он тоже год или кот? Ну, Петр, да, год. Оттуда, да? Ясно. Вопрос эфира от Елены из Рязани. Так, это у нас уже было, проразделяю вас твой, повтор, идем дальше. Виктор 80 Вопрос от Виктора из Харькова Объясните подробнее, почему кораблестроение А, ну это вот как раз все было Тут уже повтор у нас пошел И вот еще один такой вопрос, который я что-то не встречал Пока ВОК ВОКК Всемирная организация космической Коалиции еще принимают Землян? Насчет Еще Петра Первого я дополню А, ну можно, да Говорят ведь Санкт-Петербург Потому что Санкт-Год Петербург Потому что В общем-то Первый, да, но вообще Это как бы династия, это все Готы Вот смотрите Борис Годунов Говорим, что он Фамилия у него такая Годунов, да Фамилии, ну это все Европейские штуки Вот Он не Годов, а Гот То есть он Готов получается Но ОВА у нас Вообще приставка Вернее окончание ОВА Это означало ОВА ОВА яйцо То есть рождение И буква у нас ОВА такая была Ну кто знает Эту святую грамоту Помнит такую букву Овуляция То есть рождение То есть деревни, которые Там Алмазова, Рубинова И сейчас нет этих названий Русских названий нету Все сейчас новоделы В основном, да Причем я даже вот много путешествую Путешествовал во всяком случае По России Я вот видел Как были русские названия Там появились Мурские там Или какие-то Другие названия То же самое значит Вот с теми словами Которые в общем-то Это было место Где рождались Рубины Алмазы То есть это все создавалось В этом месте И поэтому ОВА Оно характеризовало местность И Годунов Это оно не фамилия Это мясничковое обозначение Или там вина Годунова То есть у нас Готы они пришли к власти И ГОСКИГО Оно известно В какой-то степени Почему там Потом Готов Опять же при Петре Заменили опять Песеглавцы Потому что Петра Первого подменили Ну это вообще такая тема Она как бы спорная для многих Для меня это она очевидная Поэтому мне не хочется спорить И поэтому я тут дальше умолкаю А вот Ну еще получается Что там они между собой Такое устроили Да кто кого спихнет А мы тут сидим И на нас что-то сверху падает Такое непонятное Иногда плохо пахнущее А мы не можем понять Что же такое там происходит А они просто между собой Разберку устраивают Ну да Хорошо Ну и так все-таки на вопрос Который дальше Про ВОК Всемирной организации Космической коалиции Еще принимают землян Значит смотрите Всемирная космическая коалиция Которую мы создавали И пытались Таким образом Выйти на инопланетян И встретиться с ними Но у нас встреча такая Произошла Произошла с веганцами Нас было трое Значит Мы там пообщались С ними Они Ну я в общем-то Описывал В своих встречах С читателями Эту встречу Достаточно подробно Вот Но потом они сообщили Что Ввиду того Что здесь Поменялась ситуация У нас же Рептилии сгоняли В тысячу Вернее в 2011 году Вот эти вот гулы Помните были По всей земле Их было более 1200 мест Отмечено Это вот как раз Изгоняли Рептилии Из подземных городов В которых они там Обосновались И сейчас В общем-то От рептилий Земля освободилась Но она не освободилась От системы СС То есть Сил сатаны Это в основном Помесь Людей и рептилий Которые сейчас Занимают Во всех государствах Ключевые позиции Но которые Не видны Они не в правительстве Они не президенты Они за ними Они управляют Они продолжают Управлять И продолжают Осуществлять Политику рептилий Так вот Когда мы создали Эту систему И пытались Значит Привлечь к себе Внимание Космической коалиции Чтобы с нами Значит Задружились И чтобы мы Имели представителей Своих Вот в этой Космической коалиции А не Песеглавцы Не Какие-то Другие Представители Якобы От землян Да Потому что Человечество Это Оно Призвано Неразумным Да Или Условно Разумным И это Кстати Нам насаждается То есть Когда люди Говорят Что Инопланетян Нет Что Значит Ну Сейчас Земля Плоская Там Еще Какой-нибудь Ахине Это Как раз Характеристика Отсутствие Разума Как Можно Сказать Что Нет Инопланетян В этом Бесконечном Мире Где Бесконечное Количество Звезд Планет Что Там Якобы Нет Жизни Нет Возможности Перемещаться Это Показатель Неразумности А эта Неразумность Нашей Академии Она Упорно Навязывается Но Не сама Конечно Академия А за кулиса И подобных Утверждений Очень много Глупостей Там Теори Относительности Я не буду Сейчас Все перечитать Потому что У нас Вся наука На вот этих Иллюзиях Демонстрирующих Разумному Космосу Нашу Неразумность Вот И Когда мы Значит Создали Этот Вог И Люди Начали Поступать Писать Письма Вступать Вот Ну Оказалось Что Мы Разослали Письма Практически Где-то 70% Вернулось Как Ненашедшие Адресатов Но И более того Или люди Погибли Или Позже Так работает Сегодняшняя И у нас Начали Происходить События То есть Практически Все организаторы ВОКа Потеряли Самых Близких Людей Причем Практически Одновременно И мы Поняли Что мы Влезли В ту Епархию Которая Под запретом Как запрещено Изучать Луну Запрещено Изучать Марс Венеру Там Везде Когда Посылают Эти наши Зонды Там Или Космонавтов Всегда Происходят Непонятные События Связанные С потерей Спутника С потерей Управляемости С поломками И прочими вещами То есть Тема Исследования Космоса Тема Космоса Для нас Закрыта Закрыта Рептилиями Той же Космической Корицы Которая Не может Понять Почему Мы не можем К ним Обратиться И попросить Помощи Обращаться Нечем Потому что Все люди Боятся Ну поэтому Сейчас Эту деятельность Свернули Мы от нее Не отказались От самой Идеи Но деятельность Это Свернуто Ну мне кажется Здесь Как бы Кто не Перекрывал Нам Технологически Да Наверное Что-то Можно Перекрыть Можно Отключить Интернет Можно Спутник Сбить Можно Кабель Перерезать На конце Концов Электричество Выключить Но Если Опять же Мы Обращаемся К своим Себе И понимаем Кто мы На самом деле Чьи мы Потомки Вот в этом Случа Перед нами Такие Раскрываются Бездны Что Всяким Там Рептилоидам Их Подручным И не снилось Вообще Рядом Там Они не стояли И вот Только тогда Когда мы Вернемся К нам К самим К человекам Вот только тогда Перед нами Откроется То Куда мы Почему-то Стремимся Но не можем Попасть И вот тогда Как раз Нас и услышат И поймут Хотя нет Нас-то слышат Постоянно слышат Просто иногда Приходится им Затыкать уши Беру Уши засовывать Чтобы глупости Этой не слышать Который от нас прет А вот от человека Настоящего Глупости Идет все-таки Меньше В эфир И открывается Больше А вот в том состоянии В котором сейчас Мы находимся К сожалению Наверное И стыдно Даже с нами Общаться Тем кто На нас так сильно Рассчитывал Но это мое Сугубо речное мнение И хочу вот что Еще в заключении Все-таки Хотя вопрос поступил Уже после того Как я бил в чате Что вопросы не принимаем Но он Соответствует Вот этим всем Разговорам Там пистеглавах И так далее Волга из Саратова Вопрос в эфир Здравия всем Владимир Алексеевич Поясните пожалуйста Вы говорили За кулиси пистеглавых Обезьянах И тому подобное Если под обезьянами Вся Сибирь А в правительстве Заправляют Пистеголовые То получается Что они Интеллектуально Психические И магические И по многим Другим параметрам Превосходят человека Тогда зачем Мы им нужны На земле И почему Они нас до сих пор Терпят О как Так вопрос Как раз Наоборот Все Понимаете Там чем ниже Тем выше То есть чем глупее Человек Чем он Значит Чем он Более Неморальный Да Тем он Поднимается выше У нас сейчас Такой принцип Работает Вот Поэтому У нас Вот в обществе Такие вот Процессы Происходят Ведь Понимаете Это же все Управляется Опять же Закулисьем Вот у меня Есть книжка На беценос Касание Сварога Да Я там Привожу Вот Простые Такие вещи Известное Явление Гироскопа Вернее Это Сепаратора Когда Вращающаяся Молочная Масса Она Сепарирует То есть Легкие частицы Устремляются К центру А тяжелые Как вода На Значит На периферии Вот То есть Вот Раскручивается Эта система И Масло Которое легкое Легче воды Она В центре Вот так Вот получается Сливки И масло У нас Общество В 60 Там 70 лет Существовала Стабильная Система Праздников Первое Мая Седьмое Ноября Первое И 31 Декабря И Первое Января 23 Февраля 8 Марта Все эти праздники Они не менялись Они были Стабильными Поэтому у нас Система Она более-менее Была Стабильна Незадолго До перестройки Начали вводить Всевозможные Праздники Праздники Которые Все время Все время Изменялись Вот А сепаратор Работает так Социальная Структура Это тоже Сепаратор Мы же Все Тоже По кругу По году Но это Большой Сепаратор Но все равно Сепаратор Подчиняется Законам Физики И раз У нас Стали Вот Появятся Такие Плавающие Праздники Система Стала Тормозиться То разгоняться То тормозиться А сепаратор Если его Затормозить Процесс Меняется Тяжелые Частицы Устремляются К центру А легкие Наоборот От центра И поэтому У нас Сегодня Силу того Что началась Тормозиться Эта социальная Система Те элементы Социальные Которые В пору Сидеть В тюрьме Оказались В центре А те Люди Моральные Которые В пору Сидеть В правительстве Оказались На периферии Вытесненные Все Поменялось Именно Из-за Введения Этих Праздников В Японии Где сохранилась Вот эта Древнеправославная Система Взятая От тайнов Когда Первый месяц Первый день Второй месяц Второй день Праздники Третий день Третий То есть Система Раскручивается Поэтому Япония В социальном отношении Наиболее устойчивая Страна И наиболее Процветающая Потому что у них Праздники Правильно Созданы И они До сих пор Их поддерживают Они уже не знают Зачем И почему И откуда Это все Звелось И почему так Но тем не менее Они продолжают Эту традицию Япония Несмотря на то Что внутренние Моральные отношения У них Отвратительные Да У них количество Самоубийств Там среди Сотрудников Очень большое Ну Мелоких сотрудников Потому что Их унижают Там все Вот Особенно Там девушек Там Всякие Вот эти Неприятности Происходят И тем не менее Сама страна Процветает Потому что Правильно Созданы Условия Празднования У нас Этого Нет У нас Как были Эти все Плавающие Праздники Так они Остались Жилиправославная Система Праздников Она отсутствует Я не говорю Там все Остальные Конфессии Там все Плавает Там все Создано Для того Чтобы Систему Социальную Разрушать Потому что Католичество Вообще Слово Кат Старорусское Название Это Палач И католичество У нас Является Палачом Инквизиция Все прочее Это идет Не от христианства Как нам Рассказывают От католичества Потому что Христианство Правильно Называлось Крестьянство И крестьяне Это не сословие Никакое Это конфессия Это были крестьяне Потому что У них был Спас крест И поэтому Этот крест Его потом Превертили В Христа Когда крестьянство Содинили С христоферианством И у нас Стало Христианство Это как раз В 1814 году Про это Нам все Замолчат Потому что Истории Религии тоже Нет Как истории Общества Нет Но Знающие люди Помнят об этом Тем не менее Вот И поэтому У нас Вот такая Ситуация То есть Система Очень Нестабильная Не знаю Ответил ли Ваш вопрос Да Ну ладно Ладно Что с системой Нестабильной Это понятно Всегда Встает вопрос Как бы Такой Извечный Да Что делать Что делать Ну наверное Мы в заключении У нас есть такая Традиция Когда Все вопросы Закончились Есть такая традиция Когда Говорящий Желает Что-либо Нашим радиослушателям От себя Что-то вечное Доброе Вот как раз Наверное Что делать Вот в этом Заключительном Слове И можно Так сказать Сказать Ну я хочу Вот что пожелать Дело в том Что Вот не надо Искать врагов Во-первых Да И потом Ну вот у нас Сейчас тут Родноверы Там Значит Инглинги Много Всяких Течений Создалось Которые Обвиняют Там Одних Там Я знаю Ну Не буду Сейчас Перечислять Это Не так уж Важно Главное Что Все Эти Люди Трехлебов Тот же Куровской Тот же Которого Сейчас Обвинили Черт В чем Вот Это все Люди Ищущие Вот И Предъявлять Ним претензии Потому что Каждый Человек Если он Думает Сейчас Так Не значит Что он Будет Думать И По-другому В другое Время Он Будет Воспринимать Мир Именно Движущимся А не Так Вот Как Сейчас Кто-то Сказал Это Значит Его Истина В последней Инстанции Хотя Еще Анатолий Франц Говорил Мы Сейчас Думаем Что Вот Именно Сейчас Мы Понимаем Правильно Это Не Обязательно Так Мы Развивающая Система И Нужно Собирать В Одну Копилку Всем Миром Один Человек Ничего Не Сделает Это Задача Всего Общества Вот Сейчас Те же Самые Непрописные Начали Там Где-то На Урале Проповедовать Особенно Те С которыми Я Когда-то Вот Общался Сейчас Я Знаю Что Они Среди Инлингов Работают Сообщают Им Свои Знания Вот Получили Знания Да Это Вот Как Вода В стакане Наполнил Стакан Его Тогда У нас Система Будет Развиваться Система Знаний Вот Поэтому Я Всех Призываю Никого Не Критиковать Все Собирать И Всем Стараться Раздать Ну То Что Можно Раздать Потому Что Есть Конечно Знания Которые Раздавать Нельзя Но Те Которые Уже Вы Считаете Достойны Вы Можете Знания Подарить Для Того Чтобы Вам Тоже Потом Сделали Такие Подарки Я Желаю Всем Всего Наилучшего Всем Желаю Процветания Мастерства Познания Ну И Естественно Здоровья Благодарю За Внимание До Нового Встреча Говорится Ну Что Ж От Себя Тоже Добавлю Народное Славянское Радио Объявило Изначально Что Является Объединяющей Площадкой Для всех Кому Небезразличны Такие понятия Как честь Совесть Отчизна Русская земля Правда Кто хочет Разобраться В своем Прошлом И мы Приглашаем Для участия В эфирах Причем Не просто Одноразово Пришел Человек Что-то Высказ Ушел А на Постоянной Основе Если есть Что сказать Например Раз в месяц Можно выступать У нас Не обязательно Такие Обширные Передачи Можно Часовые Которые Ищут Которые Разбираются Которые Доносят Информацию До людей Как они ее Видят Которые Включают Мозги У людей Пробуждают Совесть Пробуждают Желание Что-либо Познавать Пробуждают Необходимость Быть хозяином Своей земли Изменять мир К лучшему Изменяя себя Самого Вот если Вы чувствуете Что у вас Это и есть Если вы готовы Делиться информацией Пожалуйста Можете к нам Обратиться Мы с вами поговорим И если Под наши Точки зрения По значимости Того вопроса Которого Поднимаете И по умению Его доносить То в этом случае Вы обязательно Окажетесь В нашем эфире И в свою очередь Призываю Еще раз Владимира Алексеевича Нас не забывать И хотя бы так Иногда К нам Если конечно Понравилось ему Участие в эфире К нам иногда Заглядать В теплую Дружескую атмосферу На наш огонек Вот Поэтому Пришло время Противодействовать К чему это я говорил Пришло время Противодействовать Нашим недругам И противодействовать Очень простым способом Это осознавать Кто мы На этой земле Чьи мы потомки Что необходимо делать И Для чего вы здесь Вот когда вы Это все осознаете Тогда Распри Между Мальчиками В туалете Чей горшок Более полон Или более пуст Они сразу Прекратятся Вам не будет Интересно Разбираться Кто Правильное слово Сказал Неправильное Или неправильное Вам будет интересно А к чему Это все идет Что таится За словами И вот тогда Начнется То самое Объединение Благодаря которому И Россия И весь Славянский мир И весь русский мир И ближайшие страны Которые на нас Смотрят С надеждой Поднимутся Вот если мы С этой точки зрения Будем подходить К миру Разбираться В чьих-то Может быть Словах Но не ругая Не крича Что там Это ересь Или это правда Или неправда Доказывать Это лучше Кто хуже Вот тогда У нас будет Все хорошо Напоминаю Что сегодня У нас 12 октября 2016 года Среда по одному Из современных Календарей По одному Из старинных 22 день Месяца Божественного Начала 7525 Лета Шестица Мы говорили Про исконные Традиции Русского народа Очень много Дал ответов Наш автор Сведущий Владимир Алексеевич Шемшук За что ему Низкий поклон Благодарю всех Кто участвовал Сегодня в чате Потому что Очень интересные Были беседы Переписки И многое Из вопросов Которые задавались Прозвучало Сегодня в эфире Желаю вам Всем добра С вами был Алексей Орлов Народное Славянское радио До новых встреч Друзья мои Услышимся Народное Славянское радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин